Сломом в руках и ненавистью в глазах жители Донбасса рассказали об ужасах пребывания в секретных тюрьмах на востоке Украины. Туда они попали в разгар военных действий Киева против ДНР и ЛНР. О существовании подобных незаконных мест лишения свободы заявили Международная правозащитная организация Amnesty International и Human Rights Watch. Украинские власти, конечно, все сразу же опровергли, но Лайф нашел тех пленников, которым повезло выжить после страшных издевательств. Игоря, например, схватили на пляже Волновахи вместе с женой. Пытали за то, что передавал в Донецк информацию о расположении украинских батальонов. Прям в камере пять человек начали избивать. Ничего не говоря, просто начали избивать, били всем, чем только можно, и держаком от лопаты, и ногами, и пистолетом, электрошокерами обливали водой. Вот. Выбиты зубы, голова вся отбита, руки не работали из-за ломика. Это под ногами застегывают ломик, то есть наручники, и всовывают ломик. И вот на этих местах держишь весь свой вес. И они еще, мало того, еще и крутят. Это, конечно, не из приятных ощущений. Наверное, самое болевое, что только можно было, потому что руки перестали работать сразу. Это продолжалось где-то полтора суток, промежуток был где-то минут пять-десять, и пошли обратно. Уроженка Мариуполя Татьяна Ганжа сначала попала в руки батальона Азов, а затем ее передали в службу безопасности Украины. Женщину удерживали прямо в городском аэропорту и выбивали признание в работе на российские спецслужбы. Причем это признание уже было заранее написано ее мучителями. Перед каждым допросом они мне говорили, вот этот текст вы выучишь, и будешь говорить. Нет, значит, вот там ров. Очень сильно били. Они меня, когда задержали, они сразу же мне наручники сжили, металлические одели, кинули на пол машины и всю дорогу избивали. Пока везли в аэропорт, всю дорогу избивали. Причем даже сказали, знаешь, куда везем? Я говорю, нет, Мариупольский аэропорт. Я говорю, ну какая разница, я не знала, что там пыточный лагерь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова